Южно-Уральские мусульмане просят о запуске халяльной ипотеки, то есть беспроцентном расчете за жилье. Согласно религии, верующим запрещено заниматься ростовщичеством. Это харам, то есть грех. В Татарстане же местный банк начал выдавать мусульманскую ипотеку. Этот вопрос обсуждается уже давно, но тема вновь сполошила общественность накануне. После обращения копейчанина Айнура Калдарова к главе Башкирии радио Хабирову мужчина пожаловался, что не может взять кредиты за религии. Он переехал в соседнюю республику и столкнулся с трудностями в покупке квартиры. По нормам шариата кредиты брать нельзя. Выход у мусульман – брать либо деньги в долг у более зажиточных граждан, либо у работодателя. В Татарстане развивается, но здесь у нас этого нет. Или идешь, как бы, заем денег, средств берется. Те организации идут, например, своим рабочим, дают заем деньги, и они в течение какого-то срока выплачивают эту стоимость квартиры. Но запрещено раз-то в чисто. Именно под проценты в любых наших деяниях процент это считается харам, то есть запрещенным, недозволенным. В Татарстане же запустили пилотный проект по халяльной ипотеке. Там уже год мусульмане могут купить квадратные метры, что называется, взаймы, и при этом не грешить. Квартира продается в собственность клиента по фиксированной цене и без процентов. При этом в продажную стоимость закладывается на цену, которая рассчитывается, исходя из сроков рассрочки. Стоимость зафиксирована в договоре на весь период рассрочки и не может меняться. Сложно сказать на текущем этапе, каковы масштабы этой ниши. Это покажет только практика работы на рынке, и в случае успешной реализации пилота мы планируем масштабировать продукты на другие регионы. О таком южноуральские мусульмане пока только мечтают.